Доброе утро, мои хорошие! Я рано встала и вот готовлюсь к мукбанку. У нас сегодня будет пюрешечка и крылышки. Последние дни что-то погода сильно нас подвозит, на улице дождик. Вчера, кстати, я должна была быть на вождении, но учительница сказала, что давайте перенесем на завтра из-за того, что сильный дождик. Вам будет сложно, мокрая дорога, вы новичок и все дела. И пришлось перенести на сегодня, но сегодня опять дождик, но не такой уж сильный, он слегка моросит. Вчера был такой достаточно обильный дождь, поэтому сегодня уже во что бы то ни стало, я поеду обязательно на обучение, несмотря на вот эти все моментики. На улице реально очень холодно, прям можно одубеть, я не люблю такой холод абсолютно. Как раз надену свое новое пальто, вот это вот бежевое. Сделала косички, сделала макияж, а значит буду снимать для вас мукбанг. Обещала себе и стараюсь сдерживать свое обещание, что хотя бы через день буду снимать для вас влоги. Возможно они будут не сильно насыщенные, не сильно длинные, ну хотя бы хоть какие-то кусочки, моментики из моей жизни. С другой стороны возможно даже хорошо практиковаться именно в таких условиях. Но сейчас уже дождик остановился, он слегка проморосил, надеюсь, что дальше дождя не будет. Я хочу пожаловаться на этого жулика. Каждое утро в 7 часов утра он просыпается и приходит с телячьими нежностями. А я например хочу спать, но его надо покормить, я его кормлю. Он быстренько все это съедает, приходит обратно, потом просится в туалет. Я его открываю в туалет, потом он выходит из туалета, потом он просто начинает облизывать мне локти, еще что-то. В общем не дает мне спать абсолютно. А иногда бывает я рисую бумажные сюрпризы, ложусь спать очень поздно и мне хочется поспать. Но это невозможно, потому что у меня есть будильник такой живой. Ну что, я потопала на вождение, для меня это особый вид развлечения. Надела свое пальто, оно кстати очень теплое, мне безумно нравится как оно сидит, я ничуть не жалею, что я его купила. Смотрится просто обалденно, еще с косичками, очень даже мило. Обычный инструктор сам приезжает ко мне, но в этот раз мы решили поводить немножко в другой части города, поэтому мне пришлось ехать туда. По дороге я купила себе водичку в супермаркете и поехала уже туда на такси. Все равно при вождении страх у меня присутствует, особенно когда сложные места, какие-то круги, где много машин. В этот момент мне становится как-то очень страхово, несмотря на то, что рядом сидит инструктор и у нее есть тормоз. И в случае какой-то ситуации она обязательно жмет на тормоз. Но когда спереди тебя Лексус, а сзади Рейндж Ровер, ты понимаешь, что если резко затормозить, то Рейндж Ровер просто поцелует тебя. И в такие моменты действительно становится страшно. Но как сказала мой инструктор, максимум, что будет, ты потратишь денюжку, там не знаю, лишние 500 монат. В общем, мой урок длился час, и она уже потом отвезла меня домой. Обратную дорогу уже водила она. Я впервые, кстати, надела вот этот свитер. С клевером на удачу. И как только я зашла домой, мне позвонил курьер и сказал, что мне кто-то прислал цветочки. Я спросила, от кого. Мне сказали, что не можем искать, там будет записка. В общем, будем искать записку, я прям не могу дождаться. Жду не дождусь. Вроде как уже 7 минут прошлось с того времени, как мне позвонили и сказали, что мне заказали цветочки. И до сих пор цветочков нету. Триксик уже заценил цветочки. И, смотрите, какая красота. Мне очень понравился букет. Смотрится безумно нежно, особенно вот эти цветочки. Класс. Посмотрите, что сделал Трикс. Он так и хочет разобрать этот букет. Я тебе не дам это сделать. Это подарили мамочке, не тебе. Руки прочь от моего букета. Сейчас надо поставить воду. Реально очень красиво. Мне прям подняли настроение. Здесь была записочка, которую я вам, к сожалению, показать не могу. У меня такое чувство, что я начинаю болеть. Поэтому хочу сейчас выпить горячий чаек. На улице еще дождик моросил. Я вроде тепло была одета, но все равно что-то чувствую себя неважно. Все самое любимое, мои любимые сухофрукты. Это манго. Это что? Не помню что, но тоже очень вкусно. Миндаль, кешью и фисташки мои любимые. Заварила себе новый горячий чай. Такой ароматный. Хотела немножко рассказать про вождение. Мне очень нравится мой инструктор. Она говорит, что ты очень быстро улавливаешь. Не знаю, она это говорит специально, чтобы я радовалась и не боялась на дорогах. Или это действительно так? Ближайшие два дня она уезжает отдыхать. Поэтому, к сожалению, занятий не будет. Но потом, каждый день у нас будет занятие. Я в том же самом свитере, но уже без макияжа возвращаюсь к вам на следующий день. Сегодня отличная погода. Мы решили с подружкой встретиться. У меня, кстати, мама уехала. И она даже может прийти ко мне с ночевкой. Я обожаю, когда подружки у меня остаются. Как-то дома, мне кажется, своя атмосфера, какой-то свой вайб. Но по-другому как-то. Не знаю, я люблю и сама идти с ночевкой, чтобы подруги ко мне приходили. Поэтому сегодня мы решили немножко погулять, потому что на улице обалденная погода, где-то посидеть. И, возможно, в конце она придет ко мне. Но посмотрим. Это еще не точно. Но я надеюсь, что все получится и все будет чики-пики. Кстати, вот этот свитер, он мне безумно нравится. Я его заказывала с Шейн. Ссылочка мы обязательно оставлю. Он настолько теплый, что даже в такую погоду сейчас на дворе 16 градусов. Плюс 16. Плюс еще ветерочка нет. Вообще жара. Я, естественно, опаздываю и надену вот этот вот жакетик. В пальто будет жарко, а осеннюю куртку я так и не купила себе. Сегодня, если будем в моле, обязательно поищу. Нету ничего по душе, а брать, что попало, не хочется. Я сейчас прям легенький такой макияж сделал. Я просто в восторге от этой помады. Она невероятно крутая. От Maybelline 145 оттенок. Правда, на видео не настолько круто, как в жизни. Мне она безумно нравится. В последнее время уже, мне кажется, шиммерные помады не очень актуальны. Но это смотрится невероятно дорого, красиво. В общем, я вам советую. Всем, девчонки, обязательно обратите внимание. Именно 145 оттенок. Надела чисто то, что будет удобно мне. Прямо перед выходом мне позвонил дизайнер, у которого мы заказывали Maybelline. Он сказал, что хочет сейчас приехать и установить освещение. Я ему объясняла, что я выхожу из дома. Давайте на завтра перенесем. И он такой сказал, что типа завтра сам не знает, получится у него или нет. Короче, жду не дождусь, когда уже с прихожей все будет закончено. Я вам буду показывать свои луки как раз в зеркале в прихожей. Надеюсь, что в следующем влоге так оно и будет. И с освещением нужно что-то решать. Сегодня еще с подругой планирую съездить насчет фона заднего плана к видео. Уже нашла кое-где. Вроде как классный. Просто надо на месте посмотреть. Можно, конечно, заказать сразу домой, но я боюсь разочароваться. Поэтому лучше съездить самой, посмотреть, выбрать. И уже, когда ты уверен, что тебе нравится, тогда уже брать. В ближайшее время. И еще, кстати, у меня скоро на моем основном канале будет 300 тысяч. Поэтому я хочу забавахать какой-то классный мукбанг. И я уже придумала кое-что очень интересное. Просто это надо найти. Идей-то много. А где это купить, вот я не знаю, честно. Но в ближайшее время постараюсь это все организовать. А вы подписывайтесь, если хотите поскорее увидеть классный мукбанг на 300 тысяч. В городе было не так много людей. И это, с одной стороны, даже очень хорошо. Скорее всего, это связано с тем, что все отгуляли вчера. Потому что вчера у нас был День Победы, с которым я всех вас поздравляю. Прежде чем сесть где-то покушать, мы решили немножко с подругой пошопиться. Сказать честно, у нас совершенно разные вкусы. То, что нравится ей, совершенно не нравится мне. И наоборот. И вообще, люди идут на шопинг, чтобы посоветоваться. Например, мне идет или нет, стоит брать или нет. В нашем случае вообще советоваться не стоит. Потому что те варианты, которые предлагает она, совершенно мне не нравятся. И то же самое с ее вариантами. Но зачем мы ходим вместе, я так и не поняла. Изначально моя подруга против покупки верхней одежды в Страдивариусе, в Зарине, в этих вот сетевых магазинах. Потому что весь город ходит в одних и тех же пуховиках, а хочется как-то выделяться. В этом, конечно, я с ней солидарна. Но, в принципе, я как бы не комплексую, когда вижу человека в таком же пуховике, как и у меня. Я к этому спокойно отношусь. Ничего страшного в этом, в принципе, нет. Конечно, хочется чего-то необычного. Но все же. Я выбрала вот такой вот пуховик. Он достаточно короткий, классно сидит. Я, конечно, все понимаю, что сейчас безумно актуально оверсайз и вот эти вот огромные пуховики. Но мне этого не хочется. Хоть я вижу, но других мне нравится, мне самой в подобных вещах некомфортно. Здесь на видео я меряю S, но потом я нашла XS. И XS мне понравился гораздо больше. Я посоветовалась подругой. Подруга сказала, я бы на твоем месте брать не стала. Поэтому я решила немножко подумать, обдумать. Пока что пойдем покушаем, посидим. Я отправлю фотографии своим знакомым. Посмотрим, что скажут они. Хотя надо было, кстати, выложить в Instagram, чтобы вы проголосовали. Но, к сожалению, такие идеи приходят в мою голову только на процессе монтажа. А вообще все мои знакомые вообще в Азербайджане выбирают что-то, например, в Zara. Я вам до этого рассказывала. Потом из Турции заказывают. Но мне так делать неохота. Лучше сразу я возьму, чем заказывать. Потом ждать. Вдруг придет еще что-то не то. Да и заказывать, если честно, я не умею. Надо, кстати, научиться. Вот такая сумочка тоже мне очень понравилась. Но она была легкая. Я не люблю, когда сумки легкие. Вытаскиваю я, значит, камеру из своей сумочки. А, оказывается, у меня там была вода, которая пролилась в сумку. И вся камера в воде. Но, слава богу, работает вроде. Надеюсь, я смогу скинуть это все на компьютер. Никаких проблем не возникнет. Я, конечно, профи в таких вещах. Как можно было не закрыть бутылку с водой. Сегодня утром я самостоятельно приготовила шикарную пиццу. Вот. Что-то мне еще захотелось пиццу. Здесь вроде как есть коктейли, но я только не понимаю, какой из них как называется. Но выглядят они очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. Так как моя подруга не любит грибочки, поэтому решили заказать пиццу наполовину с грибами, а наполовину со всем остальным. Так что это моя половина. С подружкой решили, что все-таки сегодня она не идет ко мне с ночевкой, а придет послезавтра. Я думаю, с одной стороны, хорошо, потому что я дома не успела ничего приготовить. Прибраться дома как раз послезавтра. И все это сделаю. А завтра у меня, кстати, 2 часа вождения. Целых 2 часа подряд. Я, если честно, не знаю, насколько это будет эффективно. Мне посоветовал инструктор, что так будет лучше. Но посмотрим. Мне кажется, я даже устану 2 часа подряд водить. То есть у меня будет 2 урока подряд. То есть я хочу быстрее научиться. Она говорит, если хочешь быстрее научиться, то надо по 2 урока подряд. Ну посмотрим, насколько это будет эффективно. Если мне понравится, то в дальнейшем постоянно буду по 2 урока водить. Хочу быть прям уверенной за рулем. Она меня еще отвлекает, какие-то истории рассказывает. Но я все равно сосредоточена на дороге. Стараюсь смотреть на дорожные знаки и ехать по новому. Посидев, покушав, немножко подумав, отправив друзьям, подругам, я поняла, что все-таки эту куртку я хочу. Все-таки я ее возьму. Где ты, моя курточка? Конечно, мне в Заре нравится не все. Этот материал, кстати, классный. Такая вот длинная курточка есть. Но так как у меня несколько пальто, я думаю, длинная курточка мне не нужна. А мне нужно как раз-таки что-то короткое. Вижу цель, не вижу препятствий. Это S. А где XS? Здесь виселый XS. Ее уже купили? Я уже испугалась, что ее купили. Вот XS. Фокусируйся. Блин, как меня раздражает фокус этой камеры. Это просто нечто. Очень приятный материал. Прям на ощупь самое то. Правда, подруге не нравится. Но мне нравится. Кстати, сколько она стоила? 149 всего. Всего 149 монахи. Дорого. Я как штангист. Да. Если честно, не могу сказать, что мне прям на 100% нравится. Но если я ее не куплю, приду домой. Потом я буду думать, блин, почему я ее не взяла? Поэтому лучше я пожалею, что взяла, чем не возьму и пожалею. Я, короче, очень легко была одета сегодня. И мне подруга говорит, такая классная погода. Ты так легко одета, и мы с тобой не сможем погулять. Я говорю, вот решение. Купила куртку, сейчас будем гулять. Я здесь нафоткала подругу. Кстати, какие идеальные черты лица у человека. Идеальная кожа. Моя подруга, да. Садет, я тебя снимаю. Скажи привет. Я, конечно же, купила эту курточку. Немножко поносила ее, потом стало жарко. И пришла в пакет. В общем, она очень приятная на ощупь. Мне как раз такая короткая была нужна. Сейчас померю и вам покажу. Очень-очень приятная. Обычно в Zara мне никогда ничего не нравится. Но в этот раз понравилась. И еще мне понравилось, что сзади она чуть-чуть длиннее, чем спереди. Так-то я вам в магазине показывала. Но хочу померить еще раз. Достаточно такая тяжеленькая куртка. У меня уже есть два пальто. А пуховика не было. И длинный пуховик я не хотела. Я хотела что-то такое коротенькое. Вот как раз здесь, кстати, еще есть такие заклепки. Единственное, что меня немножко смущает, это слишком такие плотные рукава. Если бы они были чуток потоньше, было бы, конечно, получше. Ну а так нормально. И сзади немножко она подлиннее получается. Я в свою очередь смыла макияж. Уже иду спать. Пора с вами попрощаться. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Постараюсь завтра тоже вам заснять влог. А вы в свою очередь не забывайте подписываться. И обязательно ставить лайки. Субтитры сделал DimaTorzok